Донбасс, Авдеевка. На въезде в город всех встречает знак «Авдеевка – это Украина». Суровая реальность Авдеевки. Суровая реальность Авдеевки. Местный в бронежилете, в каске. Отсюда до временно оккупированного Донецка менее 10 километров. Авдеевка – прифронтовой город уже 8 лет. Однако с февраля российские войска начали обстреливать ее из всех возможных видов оружия, говорит полицейский Роман. Только за наше последнее дежурство накрывали нас и шрапнелью, то есть по городу стреляли смерчью, ураганы, буратино, самолеты, нурсами бьют. То есть всем, что есть, тем по городу и лупят. Говорит, это уже тише, бывало и похуже. Новое дежурство – это у нас как новый вызов. Это каждый день одно и то же. И ночью, и утром. Наслитки к прилету. Последствия прилета по траектории со стороны ясноватой РСЗО «Град». Из-за увеличения интенсивности обстрелов с начала полномасштабного вторжения России из Авдеевки уехала большая часть местных жителей. У нас подъехали тысячи шести квартир, осталось шесть человек. Но в городе до сих пор находятся около трех тысяч жителей. С начала недели известно о пяти погибших и семи раненых жителях Авдеевки. Жить надо. Надо жить. И вам тоже. А что делать? Что я, маты брошу? Живут без газа, водоснабжения и света. Готовят в котелках на костре под открытым небом и у подъездов, чтобы можно было быстро спрятаться в дом. Картошка, пермишель, рис. Риса много принесли. Есть консервы. Вот я сейчас буду готовить рыбный суп. Продукты, воду и лекарства сюда привозят как гуманитарную помощь. Хотя дорога на Авдеевку хорошо простреливается. Полиция в первую очередь оказывает помощь людям по бомбоубежищам. Развозим гуманитарную помощь. Спрашиваем у людей об их неотложных нуждах. Ситуация в городе очень сложная. После обстрелов оказываем помощь раненым. Доставляем людей с улиц в нашу больницу. И все это под нескончаемыми обстрелами. Животным уже кашу сварил на четыре дня. Хотя когда взрывы стихают еще страшнее, говорят местные. Мы даже уже в тишине погибся. Тихо, ночью тихо. Это вообще топа. И не можешь уснуть.